В следующем году в Челябинской области планируют провести капитальный ремонт на 5 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем в году нынешнем. Рабочие заменят трубы отопления, отремонтируют кровли. Но сначала нужно решить новую проблему. Области может не хватить добросовестных подрядчиков, считают в рекоператоре. Как будут привлекать новых и что планируют сделать, чтобы ускорить проведение ремонта в жилых домах? Мария Агеева с подробностями. Пара движений и Борис Лакомкин согнул металлическую трубу. Затем специальным инструментом наносит резьбу. Наматывает лен, чтобы кран прикручивался поплотнее и не было протечек. Теперь трубу можно устанавливать. Она будет частью новой системы отопления дома. За день можно заменить сети в четырех квартирах. На четыре квартиры. То есть это вот такие заготовки, где-то грубо по 8, 32 заготовки в среднем. Из почти трех тысяч запланированных работ по капремонту в области выполнено меньше половины. Среди недоделок остается и замена теплосетей. Ее до сих пор ведут в нескольких домах Челябинска, хотя отопительный сезон уже давно в разгаре. В этом доме еще щадящий режим, рассказывает Нина Титникова. В подвале трубы уже проложены. Осталось провести новые в квартире. Рабочие отключают стояки по очереди. Пока работают в спальне, в ванной все еще тепло. Поэтому неудобства минимальные. Но женщина уверена, даже их быть не должно. Ну это, конечно, раньше надо было делать. Конечно, раньше здесь. Уже кончается октябрь. Прохладно. Ладно, я живу, а у кого дети маленькие. Подрядчик уверяет, его вины в позднем ремонте нет. Руководитель фирмы Андрей Петров объясняет. Рекоператор капитальных ремонтов затянул тендер. Мы поступили так, когда мы выдали финансовые средства на закуп материала, соответственно. И приступили к ремонтным работам сразу же, как только получили деньги с оригинального оператора. В регоператоре задержку признают и уверяют. Учли недоработки. И сейчас объявили конкурс на подготовку проекта на сметных документов под работы уже следующего года. Чтобы раньше разыграть дома среди подрядчиков. Но руководители фонда капремонта больше беспокоит другая проблема. В следующем году в области планируется провести реконструкцию домов на 5 миллиардов рублей. В два раза больше, чем в году нынешнем. И на все может просто не хватить хороших подрядчиков. Ведь уже сейчас они с трудом справляются. К тому же не все строительные фирмы могут осилить ремонт в жилом доме. Необходимо учитывать такие нюансы, как допуск, недопуск в жилые помещения собственников. Наличие собственников физически во время проведения капитальных ремонтов в своих жилых помещениях. Ну и самое главное, это жилой дом. И он не перестает быть жилым на время проведения капитального ремонта. Нужно привлекать крупные компании, считает Вадим Борисов. А они пока за капремонты не берутся. Такие заказы для них слишком мелкие. Поэтому в регоператоре планируют укрупнять лоты. То есть выставлять на конкурс не каждый дом по отдельности, а сразу несколько вместе. Еще одну сложность просят решить сами подрядчики. Им не нравится, что регоператор дает на работу аванс всего в 30% от всей суммы. А остальное оплачивает уже по готовности. Получается, компании нужно вложить в ремонт сначала свои деньги и только потом получить оплату. С похожей схемой сталкиваются и проектировщики. Очень тяжело получить деньги за свою работу, потому что начинается детальный просмотр всего, что ты выполнил. Каждой запятой, дополнительных всяких расчетов. То есть все это занимает время и в конце концов ты начинаешь терять деньги из своей работы. Но здесь регоператор неумолим. Такая схема требования закона. И работает она в интересах жильцов. Ведь только так можно быть уверенными, что подрядчик действительно выполнит заказ и выполнит хорошо. Иначе не получит денег.